на льду константин меньшов настоящий мужчина и не только потому что день рождения у константина 23 февраля очень неплохо он прокатал не всю впрочем короткую программу в канадской киллоуне когда здорово исполнил два разных четверных прыжка каскад 4 3 тулупы потом 4 сальхов и также блестяще не смог исполнить аксель ограничившись исполнением прыжка в два с половиной оборота впрочем сейчас уже совсем другой лед и другой турнир и 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 за технику. Она сейчас повыше, чем 50, а это уже показатель высочайшего класса. Учитывая, что вторая оценка у Константина, как правило, очень неплохая, мы можем рассчитывать на существенные баллы и прибавку к его личному рекорду. А он установлен как раз-таки в Келлоуне и сейчас составляет 81,7 балла. Ну, видимо, премьер Марии Артемьевой Константина вдохновил. Маша обновила личный рекорд. Ну и сейчас близок к тому, чтобы повторить это же достижение и Константин Меньшов. Годы берут свое. Совсем не про Константина это выражение. С годами он как хорошее вино, только лучше. Ну, а где же быть подобным хорошему вину, как не в Бордо? Какой-то нехороший человек поставил минус один за четверной Сальхов. Пусть он знает, что он нехороший человек. А вот на Акселе, который лично для меня оказался не столь очевидно хорошо исполненным, как на тот же Сальхов, арбитры оказались чуть более благосклонны и поставили нолики и плюс единички. Ноликов больше. Блондин Константин Меньшов и Шатен. Был когда-то. Евгений Рукавицын. Так катать совсем непросто, но оценка... Нет, не 90. Жалко. Хотелось бы, чтобы до 90 баллов докатал таки Меньшов в нынешнем сезоне. Впрочем, все еще впереди. 87 с половиной, и он уверенно первый. Субтитры сделал DimaTorzok